Почему, сочтенно несправедливым, отделить его от состава прочих отеческих писаний о трезвении? И оно требует большого внимания. Ибо если б кто назвал его точным истолкованием и верным правилом трезвения, хранения ума и чистоты сердца, не погрешил бы против истины. Преподобного Отца нашего Филофея Синайского 40 глав о трезвении Есть в нас мысленная брань, более тяжелая, чем чувственная. Делать или благочестие надобно так тещи и ту цель преследовать умом, чтобы, как Маргарит какой или камень многоценный, в совершенстве усокровиществовать в сердце память о Боге. Надобно оставить все, даже тело, и презреть самую жизнь настоящую, чтобы Бога единого стяжать в сердце своем. Ибо святой Златоуст сказал, что умного боговедения одного достаточно к тому, чтобы истребить буковых. Ведущие мысленную брань должны со всем усердием избрать себе по указанию Божественных Писаний духовные делания и возложить их на ум, как целительные пластыри. Так с утра, говорит некто, должно мужественно и неотступно стоять у двери сердца с крепкой памятью о Боге, и непрестанно в душе Иисус Христовою молитвою и сею мысленную стражей убивать всех грешников земли, то есть верою, верно и усиленную, и горе восхищающую памятью о Боге, посекать ради Господа главы сильных и начала брань воздвигающих помыслов. Ибо, как знаем, и в мысленных подвижнических трудах есть свой некоторый божественный чин и порядок действования. Так должно делать нудящим себя в царстве ради, пока настанет положенное время вкушения пищи. После этого благодарение воздав Господу по единому человеколюбию своему питающему нас двоякою пищею и духовно-телесную, должно томить себя памятованием и размышлением о смерти. А на следующий день опять надо самодержавно браться за утреннее дело. «Ибо и при таком каждодневном образе действования едва-едва возымеем мы в Господе избегнуть сетей мысленного врага». Такое делание, впрочем, утвердившись в нас, рождает следующие три добродетели – веру, надежду и любовь, из которых вера располагает нас к истинному страху Божию. А надежда, преодолев рабский страх, приводит человека к любви Божией. Если надежда не посрамляет, порождая обыкновенно двоякую любовь, на которой висят законы пророки, то со своей стороны и любовь никогда не перестает. Не в семь веке, потому что здесь, в причастнике своем, она бывает причиной исполнения божественных законоположений. Не в будущем. Редко очень можно найти безмолвствующих умом. Это есть принадлежность только тех, которые все средства употребляют к тому, чтобы привлечь к себе божественную благодать и исполнить все истекающим от ней духовным утешением. Итак, если подобно им хотим проходить умное делание, эту философию Христову, в хранении ума и в трезвении, начнем путь сей воздержанием от многих яств, положив принимать пищу и питье, сколько возможно, малую мерою. Трезвение справедливо называется путем, потому что оно ведет в царствие. И то, которое внутрь нас и в будущее, называется и умным детелищем, мысленную мастерскую. Потому что оно выделывает и убеляет, полирует нравы ума. И страстное переделывает в бесстрастное. Оно подобно также световому оконцу, через которое Бог, приникший, является уму. Где смирение, память о Боге с трезвением и вниманием, и частая против врагов устремляемая молитва, там место Божие или сердечное небо, в котором полчища бесовская боится стоять ради того, что в месте этом обитает Бог. Нет ничего разорительнее многословия и зловреднее невоздержного языка. И ничто столько не сильно расстраивать и истреблять богатство душевное. Ибо что каждый день созидаем в себе, то многословие снова разоряет, и что трудом собираем, то через языка боли душа снова расточает. Что хуже этого языка невоздержного? Он — неудержимое зло. Надо бы наположить ему предел, обуздать его и стеснить. И скажу так, заставить его служить только нужде. И кто может высказать весь душевный вред, происходящий от невоздержного языка? Первая дверь, вводящая в мысленный Иерусалим во внимание ума, есть разумное молчание уст, хотя ум еще и не безмолвствует. Вторая — мерное, малую меру и определенное воздержание в пище и питьи. Третья — очищающая ум и тело непрестанной памяти размышления о смерти. Узрев однажды красоту сей последней и духом, а не оком, уязвившись и усладившись ею, я возжелал стяжать ее себе с сожительницу на целую жизнь, возлюбив ее благообразие и благолепие. Как она смиренна, радостна, печальна, задумчива, как страшится будущего праведного истязания и как боится продления случайностей жизни. Из чувственных очей своих она обычно источает целительную живую воду, а из очей мысленных — обильный источник премудрых помышлений, который теча и скача веселит разум. Эту-то, как я сказал, черь Адамову, то есть память о смерти, жаждал я всегда иметь сожительницу и себе, с нею спать, с нею беседовать и вместе с ней исследовать, что имеет быть со мной по отложению тела сего. Но часто не позволяло мне этого пагубное забвение, сия омраченная дочь дьявола. Есть брань, в которой духи злобы втайне сражаются с душою посредством помыслов. Ибо как душа невидима, то зложелательные те силы сообразны с ее существом и нападают на нее невидимую бранью. И можно видеть, как у тех, как и у ней и оружие, и планы расположения войск и ведения брани. И обманчивые ухищрения, устрашительные нападения, стремительный натиск, чтобы устрашить. И обоюдные рукопашные схватки, и победы, и поражения с той и другой стороны. Одного только не достает в этой мысленной, описываемой нами брани, сравнительно с бранию чувственную, определенного времени объявления войны. Для чувственной брани обыкновенно определяется время, и свои в отношении к ней соблюдаются порядки. А это мысленное, без предъявления, внезапно прирожается окрест самых глубин сердца, и, получив жребий избирательный, иначе, взяв перевес через согласие сердца на внушаемое, убивает душу посредством греха. Чего ради, и для чего воздвигается против нас это ратование и борьба? Того ради, да не будет исполняема нами воля Божия, о которой молимся, говоря, да будет в нас воля Твоя, то есть заповеди Божии. Если кто, установив ум свой от блуждания в совершенной трезвенности в Господе, станет тщательно наблюдать за их врагов, невидимых вторжениями в сердце, и соплетениями, схватками с трезвящимся умом, происходящими в мечтаниях фантазии, тот узнает это из опыта. Посему и Господь, цель свою направляя против злобных демонов, и как Бог, провидя их замыслы, в противность их цели постановил свои заповеди с угрозой и нарушителем их. Когда приобретем некоторый навык воздержания и удаления от видимых зол, производим их пятью чувствами, то после этого возможен и сердце свое блестись с Иисусом, и просвещаться в нем от Него, и с теплым некоторым расположением вкушать умом благости Его. Ибо не для другого, чего мы приняли закон «ощущать сердце», как для того, чтобы, когда облака злых помыслов изгнаны будут из атмосферы сердца и разогнаны непрерывным вниманием, мы могли, как в ясный день, чисто видеть солнце правды Иисуса и сколько-нибудь просветиться в уме словами Величествия Его, ибо обыкновенно они открываются не всем, а только тем, которые ощущают смысл свой. Мы должны каждодневно держать себя в таком настроении, в каком надлежит являться перед лицом Бога, ибо пророк Осия говорит «милость и суд храни и приближайся к Богу твоему всегда». 12.6. Опять и пророк Малахия от лица Божия говорит «сын славит отца и раб господина своего убоится». «Если я отец, то где слава моя? И если я Господь, то где страх предо мной?» и говорит Господь Вседержитель. «Так же и апостол пишет «очистим себя от всякой скверны плоти и духа». «И премудрость внушает «всяким хранением блюди твое сердце, ибо из него исходит жизнь».» 4.23. И сам Господь Иисус Христос заповедует «очисти внутренние сосуды, да будет и внешние чисто». 10. Плодом неуместных пустых бесед бывает иногда ненависть к нам от тех, которые слушают, иногда же укор и осмеяние, когда зазрят они неразумие речей наших, иногда осквернение совести, а иногда осуждение от Бога и опечаление Духа Святого, что ужаснее всего другого. Тому, кто, очищая сердце свое и с корнем и сторгая из него грех о Господе, труд прилагает ко стяжанию божественного ведения и успевает узреть умом незримое для многих, не должно возноситься из-за того над кем-либо. Что между тварями чище бестелесного и что много ведущая ангела? Однако ж и он, вознесшись, неизвержен с неба, как молния. Его высокоумие вменено ему Богом в нечистоту. Известно, как действуют выкапывающие земли золото, то есть «будь под всеми, как они под землей, чтобы достать золото в едение». Апостол говорит «подвязающиеся воздерживаются от всего, ибо невозможно с насыщенным пищей и чревом ополчаться против начал, против невидимых зложелательных сил, тем, которые связаны этой плотью, тяжелой и всегда походствующей на Духа. Ибо царствие Божие не пища и питье. Мудрость плоская есть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Не может, очевидно, ради того, что, будучи земно, составленное из соков, крови и мокрот, к земному всегда имеет пристрастие и услаждается погибельными удовольствиями настоящего века. Мудрование плоские есть смерть, ибо Богу покориться не могут живущие по плоти. Подребно нам великое смирение, если искренне имеем попечение о хранении ума в Господе, во-первых, в отношении к Богу, и во-вторых, в отношении к людям. Всячески всегда должны мы сокрушать свое сердце, изыскивая и в дело вводя все могущее смирять его. Сокрушает же и смиряет сердце, как известно, память о прежней нашей в мире жизни, если она припоминается нами как следует. Также память о всех грехах от юности, когда кто пересматривает их умом, по частям, обыкновенно и смиряет, и слезы рождает, и ко всесердечному благодарению Бога подвигает нас, как и всегдашняя действенная, до чувства доводимая память о смерти, которая при том рождает и плач радостный, и со сладостью, и трезвение ума. Преимущественно же смиряет мудрование наше, и располагает потуплять очи в землю, воспоминания о страстях Господа нашего Иисуса Христа, когда кто проходит их в памяти и все подробно вспоминает. Это подает также и слезы. Сверх того истина смиряет душу великие Божие благодеяния именно к нам, когда кто подробно перечисляет их и пересматривает, ибо мы имеем брань с гордыми, неблагодарными Богу демонами. Не чуждайся из самолюбия этих спасительных врачес душевных, если ты таков, что имеешь в них нужду, ибо иначе ты уже не ученик Христов и не подражатель Павла, который говорит о себе, я не достоин называться апостолом, а в другом месте сознается, что был прежде хульником, гонителем и досадителем. Видишь ли, горделивец, вот и святой, а не забывал прежней своей жизни. Да и все святые от начала создания до ныне облачались в это последнейшее святое одеяние Божие, то есть в смирение. Сам Господь наш Иисус Христос, будучи Бог непостижимый, недоведомый и неизглаголанный, в продолжении всей своей во плоти жизни обречен был в смирение, так что святое смирение праведно должно именоваться и божественной добродетелью, и владычней заповедью, и облачением. Также ангелы и все те светлые божественные силы проходят и хранятся эту добродетель, ведая, каким падением пал возгордевшийся сатана, и как он в пример того, как надлежит страшиться падение, всей грех ангелам и людям, лежит лукавый в бездне за гордость свою явленной бесчестнейшим перед Богом, более всякой другой твари. Знаем мы и то, каким падением пал Адам из-за гордости, имея перед очами такие примеры всей высокотворной добродетели, будем всегда смирять себя всячески, сколько сил есть, пользуясь указанными и выше врачебствами. Смирим себя душой и телом, и в мудровании, и в желании, и в речах, и в помышлениях, и во внешнем виде, и внешно, и внутренно. О чем особенно надо бы назаботиться, это чтобы сущий за нас Иисус Христос, Сын Божий и Бог, не стал против нас. Ибо Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Нечесть перед Господом всякий высокосердый. Притча 16.5. Смиряющий себя будет вознесен. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, говорит Спаситель. Внимайте, внимать этому подобает. Внимайте себе, говорит Спаситель, чтобы, смотрите, не отягчались сердца ваши объедением и прочее. Подвязайтесь же от всего воздерживаться по слову апостола. Ведая все такие изречения, к нам обращенные в Божественном Писании, будем проводить жизнь в свою воздержание. Прежде всего оставим многообразие яств, приучим тело свое к обычаю и чину добродетельному, давая ему пищу в меру, ибо таким образом легко укращается и подчиняется разуму взыграния похоти. А если полную по всему убеждению говорит правду, то и движение гнева. Но и от других прегрешений удобнее при этом воздержаться, так как и добродетелю это почитается у тех, коей самым делом и опытом проходит добродетель и всестороннее воздержание, то есть чтобы удаляться от всякого вида зла. Так-то причина чистоты после Бога всех благ Источника и Подателя есть равное на всякий день и меру и определенное воздержание от многоястия. Как сатана, сопротивляясь Богу в желании, чтобы не была исполняема воля Божия, то есть заповеди, через нас воюет против Бога тем, что покушается воспрепятствовать исполнение ее. Так опять Бог, желая, чтобы нами была исполняема святая воля Его, то есть, как я сказал, божественные и животворные заповеди, через нас при своем мановении разоряет пагубное намерение лукавого. Безумное желание врага сопротивляться Богу тем, чтобы увлекать к преступлению заповедей Его. Бог сам не извращает через человеческую немощь. И посмотри, не так ли это бывает. Все божественные заповеди полагают законы для троечастности души и делают ее здравою посредством того, что повелевают. Кто строго следует им, у того сия троечастность соделывается истинно здравою. Но против этой же троечастности души день и ночь ведет войну и дьявол. Если же сатана ведет войну против троечастности, ясно, что он воюет через то против заповедей Христовых. Ибо Христос через заповеди облагает законом троечастность души, то есть раздражительную, пожелательную и мыслительную силы души. И смотри, угроза, что гневающийся на брата своего напрасно повинен есть в суду и следующее затем его заповедание все врачевания раздражительной части. Эту заповедь и прочее положенное вместе с ней враг покушается не извратить внутри посредством помыслов любопрительства, злопамятства и зависти. Знает этот противоборец наш и Божий, что правитель раздражительной части есть сила мыслительная, почему в нее прежде и пускает стрелы посредством помыслов, как я сказал уже, подозрения, зависти, любопрения, сварливости, лукавства, тщеславия и склоняет мысленную силу сложить в себя свойственную ей власть и, отдав бразы самому раздражению, оставить его без всякого управления. Тогда раздражение, отбросив своего управителя без удержи, износит через уста в словах все, что прежде вложено было в сердце, что усокровиществовано было в нем дотоли посредством вражеских помыслов при нерадении ума. Сердце является тогда исполненным ни Духа Божия и ни божественных помышлений, а злобу неукротимой. Ибо, как говорит Господь, уста говорят от избытка сердца. Когда же таким образом лукавый доведет человека до того, что он изрыгать начнет в словах то, что прежде скрытно замышлялось внутри, тогда этот пленник вражий не рака только или безумный скажет брату своему, но наговорит самых досадительных слов, а дальше дойдет и до убийства. Вот какие козни употребляет лукавый в отношении к данной нам Богом заповеди не гневаться напрасно. А ведь можно бы и не дойти до досадительных слов, а далее и до того, что за ними следует, если б тотчас по прирожении раздражения, молитвой и вниманием к тому, что происходит внутри, были изгнаны из сердца, разжигающие его мысли. Так-то душегубец достигает злой мысли своей только тогда, злой цели. Как найдет кого, по воздействию вложенных им в сердце помыслов, готовым нарушить божественную заповедь? А по желательной части что предписано божественной и владычной заповедью? Смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И какую же против этой заповеди сеть сплетает в уме злодей, видя, что дана такая заповедь? Так как предметы могуще раздражить вожделение отдалены, то он подступает внутрь и там поднимает похотную брань против сказанной заповеди. Это производит он тем, что живописует и впечатлеет в душе блудные образы. Бывает, что даже и слова слышатся, возбуждающие нас страсть. Бывает и другое многое, что знает искусившееся в мысленных бранях. Такая, наконец, заповедь дает руководительное правило силе умственной. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе. Да будет у вас да-да и нет-нет. Еще. Кто не отречется от всего своего имения, не может быть моим учеником. И входите узкими вратами. Таковы заповеди для мысленной части. Противоборец нас, желая и эту мысленную силу, как доблестного какого воеводу, сделать подручную себе, сначала отнимает у ней здравомыслие посредством помыслов, чревоугодия и нерадения. Лишив же ее таким образом свойственной ей власти над другими силами и посмеявшись над нею, как над пьяным вождем, заставляет исполнять свои внушения и хотения, употребив пособниками себе в этом раздражительность и похотение. Силы же эти, похотная, то есть раздражительная, оставлены, будучи силой мысленную, начинают все пять чувств наших обращать, как слуг покорных в орудие, к явным грехам. И вот какие следствия того бывают согрешения и падения, когда ум из внутренней обуздывает и не вяжет чувств. Тогда глаза всюду разбегаются из любопытства, уши любят слушать суетное, а боняние изнеживается, уста становятся неудержимыми, и руки простираются оседать то, что не должно. За этим последует вместо правды неправда, вместо мудрости неразумия, вместо целомудрия блудничества, вместо мужества боязливость. А эти четыре главные добродетели, то есть правда, мудрость, целомудрие и мужество такого суть рода, что если они здравы и в силе, в душе, то добре управляют тричастностью души. Добре же управляемая тричастность удерживает чувства от всего безместного. И тогда ум, пребывая в тишине, при управлении прочих сил по Божьему, и при послушности их удобно одерживает верх в мысленной брани. Когда же по невниманию допустит он прийти в смятение прочим силам, тогда, будучи преодолеваем прилогами лукавого, приступает он божественные заповеди. За преступлением же заповедей всячески следует или соответственное покаяние или мука в будущем веке. Итак, доброе есть очень дело, чтобы ум всегда трезвенствовал, ибо через это установившись так, как свойственно ему стоять по истесву, соделывается он истинным хранителем божественных заповедей. Душа грехолюбивая, как стеной, будучи ограждена и окружена духами злобы, связуется узами мрака, и по причине этого окружающего ее мрака, не может молиться как следовало бы, ибо связуется им в тайне в сокровенностях и глубинах своих, или сама не ведая как, и слепотствует внутренними очами. Но когда она, пришедшая в себя, положит начало молитвенному Богу придеганию и станет по силе трезвенствовать в молитве, тогда мало-помалу начинает она разрешать этой молитве силой молитвы и от тьмы, иначе же разрешить от ней нет никакой возможности. В это время познает она, что есть внутрь в сердце иное борение, иное сокровенное противоборство, иная война в помыслах от духов злобы возбуждаемых, как свидетельствует и Святое Писание, когда говорит «Если дух владеющего взыдет на тебя, места твоего не оставь» Иклисиас 10.4 «Место же ума есть твердое стояние его в добродетели и трезвении, есть стояние и в добродетельной и в грешной жизни». И в Писании говорит «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и апостол учит «Встаньте припоясавшись чресла вашей истинною». 20.4 «Крепко накрепко додержим Христа, ибо немало таких, которые всячески покушаются паять его из души и сами не допустим до того, чтобы Иисус уклонился народу, толпе, помыслов сущу на месте души, но удержать его невозможно безболезненного труда душевного. Потрудимся осязать следы жития его воплотить, чтобы и свою жизнь проводить нам смиренно. Восприимем в чувство страсти его, чтобы, соревнуя ему, терпеливо переносить все скорбное. Вкусим неизреченного его смотрительного о нас нисхождения, чтобы от сладкого вкушения сего душою познать нам, сколь благ Господь над всем же этим или прежде всего этого. Доверуем ему несомненно во всем, что говорит он, и каждодневно дачаем промышления его на нас обращенного, и что ни случится, что ни встретим, будем принимать то с благодарностью, любовью и радостным довольством. Да научимся смотреть на единого Бога, который всем управляет по божественным законам премудрости своей. Когда сделаем все это, тогда недалеко будем от Бога, доведаем при том, что благочестие есть конца не имеющие совершенства, как сказал некто из богоносных и совершенных в духе мужей. Кто добрее искупая время жизни своей, непрестанно бывает занят помышлением и памятью о смерти и через это самое мудрое исхищает ум из страстей. Тот обыкновенно острее зрит по всечастной прирожению бесовских прилогов, нежели тот, кто проводит жизнь без памяти смертной, надеется очистить сердце действием одного разума, а не тем, чтобы всегда хранить печальную и плачевную мысль. Таковой мняся своим быстроумием держать в руках все пагубные страсти, не ведая, как связуется одной худшей всех, падает в высокоумие, как чаще преуспеть в чем-либо без Бога. Ему надлежит сильное трезвитие, чтобы за надмение не лишиться смысла, ибо, как говорит апостол Павел, душа, отсюда и оттуда набирающиеся знания, обыкновенно надымается перед теми, которые, как им кажется, меньше их знают, по той причине, как я думаю, что в них нет искры, назидающей любви, 1 Коринфянам 8.1. А кто имеет непрестанное помышление о смерти, тот острозорче, чем тот, кто не имеет его, замечая прирожение демонов, удобно прогоняет их и попирает. Сладостная память о Боге, то есть Иисусе, с гневом сердечным и огорчением спасительным обыкновенно разрушает все обаяния помыслов, разные внушения, слова, мечтания, мрачные воображения и кратко сказать, все, чем вооружается и с чем дерзостно выступает всегубительный враг, ища поглотить души наши. Иисус, будучи призываем, все попаляет легко, ибо ни в ком другом нет нам спасения, кроме Христа и Иисуса. Это сказал и сам Спаситель, говоря, без меня не можете делать ничего. Итак, всякий час и всякое мгновение будем всяким хранением блюсти сердца свое от помыслов, туманящих душевное зеркало, в котором надлежит впечатлеться и светописаться одному Иисусу Христу, который есть премудрость и сила Бога Отца. Будем непрестанно искать Царствие Небесного внутрь сердца и, конечно, таинственно обретем внутрь себя самих и зерно, и бисер, и закваску, и все другое, если очистим око ума своего. Этого-то ради Господь наш Иисус Христос сказал, Царствие Божие внутрь вас есть, разумея через то, пребывающее внутрь сердца Божество. Трезвение до блистания очищает совесть. Совесть же, будучи так очищена, изгоняет изнутрь всякую тьму.